Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить с Вами о бензине в Крыму, о заправках. Кстати, о заправках не только в Крыму. Хотелось бы начать с чего. По дороге на юг кто-то едет в Крым, кто-то едет в Сочи, в Анапу, в Абхазию. Множество заправок на трассе М4. Причем заправки абсолютно любые. Это и фирменные заправки, и маленькие заправки, которые до сих пор не реставрированы. Буквально там кабинка может стоять. В чем проблема? В этом году очень сильно явно это видно. И с этим сталкиваются, я думаю, многие, кто едет на юг. Дикие очереди на заправках. Возможно, каждый год то же самое происходит, но мне показалось, что в этом году эти очереди особенно сильные. Гигантские очереди в туалеты. На больших заправках, таких как Лукойл, Газпром, ДНК. С чем это связано? Ну, понятно, потому что огромный поток автомобилей. Это раз. Некоторые АЗС начинают хитрить и закрывают туалет, и говорят, что, мол, нет воды, или туалет не работает. Как мне показалось, они просто не хотят его убирать, и как бы экономят свои силы, я не знаю, свои ресурсы. По-моему, это не очень красиво. Некоторые заправки, к счастью, начинают какую-то модернизацию. Например, в июне месяце заправка в Старо-Титровской. Спасибо, что сказали, как правильно делать акцент. Я все-таки в тех краях бывал не так часто, поэтому ошибся. Я думаю, это не страшно. В Старо-Титровской станице заправку немного модернизировали, но очереди там все равно огромные, потому что народ едет в Крым, и перед мостом это практически последняя заправка «Лукойл», да и, в принципе, там еще есть, по-моему, «Роснефть», если я не ошибаюсь. И там скапливаются гигантские очереди, при том, что колонок там мало, и кассы, по-моему, всего две. Ну, в общем, на этой заправке вы можете провести полчаса в легкую. Многие люди просто после того, как заправили, стоят и отдыхают. Собственно говоря, огромная очередь на заправках. Ну, про цены я вообще молчу. Вы про это все прекрасно знаете. Немного они стабилизировались, но, как говорится, сначала поднялись, а потом стабилизировались. В нашей стране, к сожалению, эта проблема никак не решается, из года в год цены растут, и ничего с этим не сделаешь, независимо от того, нефть поднимается в цене, или падает. Цены на бензин все равно тихо, аккуратненько, под шумок, но растут. А я сейчас съеду снимать очередное видео для вас, очередной обзор, не буду говорить, какой. Так это будет, наверное, гораздо интереснее. Вы посмотрите на дорогу. Эта трасса не Таврида, но, в принципе, она достаточно в хорошем состоянии. Чуть позже я сниму для вас обзор, покажу, в каком состоянии сегодня находится дорога. Не дорожное покрытие от Керчи до Сиферополя, а именно дорога, потому что, на мой взгляд, ее проблема заключается в том, что она из-за ремонтных работ вот так вот петляет, постоянно петляет. И особенно ночью это доставляет гигантские проблемы с самым автомобилистом, потому что не все привыкли ездить по таким строительным серпантинам. Но компания ВАЦ, в принципе, старается сделать все, чтобы все указатели были чистые, все было видно. Я думаю, что если вы будете на дороге внимательны, если будете соблюдать все правила, ехать аккуратно, старайтесь, конечно, ночью по ней не ехать, потому что если вы неопытный водитель, то вам там будет очень некомфортно, очень. Вот же поверьте. Посмотрите, какая красота. Очертания гор это место, в принципе, всегда радует глаз. Это окрестности Белогорска. Я сейчас двигаюсь в сторону Феодосии. Вот нас вот обгоняют. Но это нормальное явление. Сейчас пока еще мало машин, потому что буквально 6 утра. У меня, вот видите, футболка чемпионата мира по футболу, которая проходит, я думаю, вы знаете, что в России проходит сейчас чемпионат мира по футболу. И вот хотел бы спросить ваше мнение по поводу игры последней России и Хорватии. Конечно, ребята бились до конца. Молодцы. Это заслуживает огромнейшего уважения. Особенно в этом много работы тренера, на мой взгляд. Ну и, соответственно, футболистов. Но что вы думаете по поводу серии пенальти? Понятное дело, что пенальти это лотерея. 100% это лотерея. Но вот этот незабитый гол, точнее, удар мимо ворот, мне кажется, какой-то странный. Я вот, кстати, с ребятами тут общался. Говорят, что это какой-то слив. Ну, вряд ли, наверное. Как вы думаете? В общем, если у вас есть по этому поводу свое какое-то личное мнение, пишите его в комментариях. Интересно обсудим все-таки яркое событие, чемпионат в России. Радует то, что многие иностранцы поменяли мнение в нашей стране. Кое-кто уже приехал в Крым, познакомился с Крымом. Но я думаю, что все-таки массовые приезды будут позже. Когда люди будут возвращаться, смотреть, что же такое Крым. Потому что многие из них были, конечно же, проездом. Ну вот, хотя на пляже я встречал людей из Италии, из Великобритании. Причем не русскоговорящих, не наших бывших граждан Советского Союза. Поэтому определенный интерес существует, он есть. Люди едут, интересуются. Я думаю, никакие санкции, никакие проблемы, которые сегодня строят нам очень активно, не будут служить препятствием для того, чтобы человек мог путешествовать, узнавать новые места, а тем более такие замечательные, как наш полуостров Крым. Еще хочется сказать про цены в этом сезоне. Знаете, честно говоря, меня, вот я в том году абсолютно негодовал по поводу цен. Но в этом году меня очень порадовало, что достаточно разумные цены на те же самые фрукты, на те же овощи. Сейчас можно купить персики, крымские персики, очень вкусные, за 80-70 рублей. Огурцы в магазинах, в обычных магазинах, не в супермаркетах, в обычных везде буквально. Огурцы можно купить за 30-40 рублей, даже где-то за 25. Дыни и арбузы в этом году очень рано созрели, их огромное количество. Арбузы продаются сейчас, это вот, по сути, начало сезона арбузов по 22 рубля, по 25. Дыни в такую же цену. Обычно в начале дыни там в 2 раза дороже. Сейчас нет. И причем, я вам скажу, арбузы вот такие вот отменные. Я, кстати, 2 арбуза везу, вот еду в гости. Арбузы, которые выращены в районе, вот молочная, уютная, в районе Евпатории. Кстати, очень вкусные арбузы. Будете проезжать мимо в тех краях, там на полях стоят такие палатки, продают. Остановитесь, купите, не пожалейте. Очень вкусные арбузы. Вот буквально хотел пару слов сказать о ценах на бензин. Мы сейчас проезжаем заправку ЦРС. Посмотрите, 95 бензин, 49,18. 92,47,88. Это, кстати, маленькая заправка. Очень маленькая, но в принципе, внутри есть магазинчик, там все окей. Цена на бензин в Крыму немного дороже. Дороже где-то на несколько рублей. Ну, грубо говоря, если на материке сегодня можно купить бензин 92 рублей за 45,46. Кстати, кое-где я даже видел, это уже после поднятия цен за 45 чем-то. Ну, буквально, 92 бензин. А 95 там за 47,48. То здесь, в Крыму, 95 бензин, он стремится к 50 рублям. Ну, я уже не говорил про 98. Вот. А 92, соответственно, ближе к 48,47. Ну, вот еще одну заправку мы проезжаем. Это какая-то такая неизвестная заправка. Здесь 95,48,50. А 92,46,20. Вот. Видно вам, а? Не видно. Ну, ничего страшного. Я вам озвучил. Но эта заправка неизвестная. Кстати, честно говоря, не рекомендую заправляться вам на маленьких неизвестных заправках. Если они даже в Подмосковье, скажем так, часто можно залиться и поплатиться как минимум. Или если у вас дизель форсунками, прочистка. А если у вас бензин, то свечи прогорают очень быстро. Но в Крыму тем более. Потому что, уж извините, все, кто защищает бензин в Крыму, но при Украине он был отвратный. Чувствовалось очень сильно по динамике автомобиля. Приходилось менять свечи. Кое-кто даже уезжал из Крыма на эвакуаторе. Проблема эта связана, вероятно, с тем, что какие-то производят действия перед тем, как бензин продают. Но, мне кажется, еще и сегодняшний день кое-где эти проблемы остались. Хотя говорят, что поставляют бензин в Крым из определенных компаний. Ну, не знаю. Если у вас есть информация, пишите. Будет очень интересно обсудить, поделиться с большим количеством народа. Пишите в комментариях. Всегда мой канал открыт для дискуссий. Если это все культурно, без матов, без каких-то оскорблений. Все комментарии от видео читаем, обсуждаем. Я сейчас еду на абсолютном расслабоне. Еду я между Симферополем и Феодосией. И хотя дорога его так петляет, очень сильно петляет. Хотя и очень много есть техники, строительной техники, много грузовиков. Но еду спокойно. Абсолютно. Смотрю по зеркалам. Контролирую ситуацию. Это не сравнить с тем, что было на этой дороге в 2014 году. Сразу после референдума я приехал в апреле посмотреть, что же здесь происходит. Дорога вроде была пустынная. Была машин гораздо меньше. Скажем так, просто в разы меньше. Но по ней ехать было невозможно. Ты постоянно наблюдал дорожное покрытие, где тебе встретит очередная яма. Или где тебе встретит очередная волна, которая будет пытаться тебя выбросить просто с дороги на обочину. Она была очень плохого качества. И вот спасибо дорожникам, в принципе, ее привели в более-менее какой-то удобо-аваримый вид. И сегодня, даже несмотря на ремонтные работы, по ней можно ехать спокойно и аккуратно. Ночью проблема заключается в том, что, конечно, много вот этих вот резких своротов, объездов, ремонтных участков, которых уже кое-где укладывают асфальт. Но будьте аккуратны, не разгоняйтесь, смотрите на фары впереди идущих автомобилей. И старайтесь не выезжать навстречу, потому что это мне очень приятно. Вот такой вот поток автомобилей движется. Сейчас самое раннее-раннее утро, поэтому машин не так много. Я думаю, к обеду их, конечно, прибавится. Ну, пейзажи, вот такие замечательные пейзажи в Крыму. Вообще, крымские дороги – это огромное удовольствие. Когда их приведут все в порядок, я думаю, будет просто кайф по ним кататься, даже просто бесцельно выехать и прокатиться по крымской дороге. Кстати, давно у меня была идея спросить. Вот многие из вас собираются в этом году ехать в Крым на автомобиле. И в связи с этим у меня вот такой вопрос. Какие у вас есть опасения по поводу приезда в Крым? Ну, не знаю, там это мобильная связь, это качество бензина, это непредсказуемые цены, например, в отеле, в гостиницах, сервис. Напишите в комментариях, чего вы больше всего опасаетесь в Крыму. Ну, или по дороге в Крым. Цукировую балку мы не обсуждаем, там все понятно. Многих они, как я понял, уже разводили. Просто вы меня должны правильно понять. В видео я сказал, что я с этим не сталкивался, и мои знакомые с этим не сталкивались. Но многие написали, что там были проблемы. Я охотно в это верю. Надеюсь, там навели порядок. И, в принципе, таких постов в России быть не должно. И такого отношения к своим гражданам быть не должно – это просто свинство. Я с вами согласен на 100% абсолютно. Вот. Но все же мне интересно, чего вы в Крыму опасаетесь, и что вас больше всего беспокоит по приезду в Крым. Посмотрите, какая красота. Деревья склоняются на трассы. Конечно, в новой Таврике такого уже не будет. Ну, по крайней мере, какое-то время. Вот, смотрите, заправка ТЭС. Хорошая заправка. Здесь, кстати, появилась сеть кафе Автофуд. Вот, смотрите, цены на бензин. 95-й, 49-90. Это их «Вентос». 95-й, обычный, 48-90. 92-й, 47-50. Супер дизель, 49-90. Обычный. Дизель 48-90 газа. В данный момент нет. Написано 0. Ну, может быть, его тут вообще нет. Вот так она выглядит. Это ТЭС и автоход написано. Ну вот, друзья, мы с вами заехали на заправку ТЭС, заправились. И как водитель, я могу вам сказать, что заправляюсь в Крыму уже много-много лет. Летом и зимой. Последнее время заправки ТЭС меня очень сильно радует. Потому что действительно качество бензина стало неплохим. И автомобиль, вот я сейчас залился, едет просто ровненько, аккуратно, красиво. Меня радует то, что в Крыму улучшается и бензин, улучшаются и цены на продукты. Я надеюсь, улучшится сервис, инфраструктура в ближайшее время улучшится. Потому что ТРАС ТАВИД, аэропорт, скоро заработают совершенно по-новому порты. Ну, в общем, Крым начинает жить новой жизнью. И, надеюсь, никакие проблемы эту тенденцию не сломят. Ну что, друзья, я жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал Капитан Крым. Будем узнавать Крым вместе, открывать его заново. Всем пока. До скорых встреч. Ваш Капитан. Субтитры создавал DimaTorzok